В Сан-Франциско сегодня вынесен решающий вердикт по делу американского сельхозгиганта фирмы Монсанто. Речь о мировом монополисте в производстве пестицидов, чья продукция, как уже неоднократно было доказано, не только истребляет сорняки, но и вызывает онкологические заболевания. Садовнику из Калифорнии, у которого от постоянного контакта с канцерогенными удобрениями, теперь рак последней стадии, концерн выплатит почти 300 миллионов долларов. И это только начало. За пострадавшим стоят тысячи истцов с аналогичными обвинениями. Но и у Монсанто свои влиятельные защитники. Тему продолжит Александр Евстигнеев. Какую сумму надлежит взыскать в пользу мистера Джонсона? Ответ — 250 миллионов долларов. Для Дуэйна Джонсона, вот он крайний справа, это скорее моральная победа. Все деньги мира не вернут здоровье. У Дуэйна рак в последней стадии. Школьный садовник получил лимфому, потому что пользовался средством против сорняков транснациональной корпорации Монсанто. Являлись ли средства Рэндалп Про и Рэнджерпро Дизайн существенным фактором причинения вреда мистеру Джонсону? Ответ — да. Случай беспрецедентный. Впервые суд признаёт, что между пестицидами фирмы Монсанто и раком есть прямая связь. Хотя об этом много лет трубят учёные и активисты по всему миру. Но Монсанто сумела привязать к своей продукции сотни тысяч фермеров. Да, может вызывать онкологию, зато сорняки убивает. Да потому что практично. Это как Макдональдс. Мы знаем, что он вреден, но всё равно туда идём. Монсанто начала экспансию ещё во Вьетнаме. Поставляла войскам США печально известный агент Оранж. Его распыляли над джунглями. А через несколько лет получили шквал тяжелейших болезней у взрослых и мутаций у детей. Черепа нет, мозг ничем не защищён. К счастью, он родился мёртвым. При высоком уровне глифосата таких поросят стало больше. Нежизнеспособный мутант – побочный продукт деятельности Монсанто. Корпорация создаёт генно-модифицированные сельхозрастения. Они попадают и напрямую на стол человека, и через мясо откормленных животных. Онкология, диабет, ожирение, аллергия, бесплодие. То есть воздействие вот этих ГМО было системным. Даже если не брать во внимание опасность ГМО и пестицидов, Монсанто, по сути, втягивает фермеров в рабство. Сначала химикатами фирмы выжигают сырники, получают дешёвые семена, всё колосится. Но потом на этой земле не прорастает ничего, кроме семян Монсанто. Фермер не только вынужден покупать их до конца жизни, но и урожай продавать только этой фирме, по цене какую скажут. Воздействовали они не только на фермеров, воздействие шло и на правительство этих стран, на президентов. Сейчас произошло слияние с Байер, и это монополизация рынка. Причём каких рынков? Продовольственного, лекарственного, семенного. Корпорация Монсанто уже подмяла под себя 66 стран. Латинская Америка, Азия, Европа. В США вообще подписали закон о защите корпорации от любых претензий. Как только на Украине начался Майдан, Монсанто моментально нашла подход к новой власти. На кону 32 миллиона гектаров. Девятая часть всего европейского чернозёма. Заводы Монсанто на Украине построили в рекордные сроки. Для меня не очень хорошо. Почему? Ну, потому что скоро придётся хату продавать и втекать десь подальше. Корпорация Монсанто стремится контролировать всю цепочку. От поля до стола потребителя. По сути, это мировое продуктовое господство. Тем важнее решение суда о штрафе для транснациональной корпорации. Первый прецедент на захватническую тактику Монсанто обратила внимание правосудие. Продолжение следует...